Ресторан до смея, вечер, до разговения остались минуты, но что-то явно идет не так. Посол отказывается пройти за стол и уходит. Вернуть турецкого дипломата пытается муфтий, но иностранец зол и даже допускает совсем не дипломатичные высказывания. Я вам построил мечеть за 35 миллионов долларов, а вы меня за один стол с террористами хотите посадить? Как вы могли пригласить руководителя Федерации? А потом посол и вовсе выставил ультиматум. Выбирайте либо Турция, либо террористическая организация. Рассказать об этом дипломат пообещал президенту, правда не уточнил, какому именно. А еще Камиль Фрад зарекся сотрудничать с муфтиатом. Ко мне больше не подходите, я расскажу об этом президенту. Потом выяснилось, что дипработник увидел в ресторане директора образовательных учреждений Сапат Орхана Инанды. Турция неоднократно пыталась добиться закрытия сапатовских школ под предлогом того, что они детище Фетхуллаха Гюлена, главного оппонента турецких властей, который живет в Америке. Террористами Гюлена и его сторонников власти Турции стали назвать после попытки вооруженного переворота в стране. Сам Гюлен причастность к этим событиям всячески отрицает. Тогда же и испортились отношения официальных Пишкека и Анкары. В Кыргызстане отказались закрыть гюленовские школы и попросили не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Я не знаю Фетхуллаха Гюлена, не знаю его организации, но путать школы СИБАТ и политическая какая-то организация, которая готовила переворот в Турции. Ну, может это у них в Турции так, но у нас это смотрится абсурдно. Чиновники Муфтията сейчас в растерянности. Такой бурной реакции от посла они не ожидали. Мне кажется, что тут больше личная обида. Это была для нас большая неожиданность. Мы поздно заметили, что посол обижен на нас. Мы были заняты гостями. Резкие высказывания турецкого дипломата в Кыргызстане восприняли по-разному. То, что двух противоборствующих сторон пригласили одно время на Ифтар, это, конечно, нонсенс. Это так не должно было быть. Но сейчас говорят, что они не знали. Ну, как всегда. Но это незнание может привести к тому, что наши граждане могут пострадать там, ущемляться могут их права. МИД от комментариев воздержался. Оценивать заявление турецкого посла, судя по всему, там не будут. Молчит и внешнеполитическое ведомство Турции. Исчерпан ли на этом скандал, сказать пока трудно. Канад Канеметов, Урма Тусенов, Телеканал Апрель.